Всем привет дорогие друзья, это канал Game World, блин, черт меня скинули, так, с вами Артем и мы продолжаем прохождение игры Dying Light The Following. Меня тут окружили зомбаки, я попал в особняк, в принципе сложного ничего нет, зашел через дверку, но везде тут короче зомбаков тьма. Блин, меня опять скинул этот урод, толстый, ой черт, че это в нем торчит такое, ой ой, так, давайте спустимся вниз, подождем пока эта тварь сюда подойдет, в нем какая-то электрическая хрень, торчит. Ой-ой-ой, а он реально крутой, он сюда не пройдет, все нормально. Опа, аэрдроп, где он? Нет, слишком далеко. Давайте лутанем, тут их два, кстати, таких, только у одного какая-то электрическая херня на затылке, а второй просто козел, который... Опа, химикаты, две бутылки! Две бутылки химикатов, супер! А второй козел, который просто нам пройти не дает. Так, тут топор есть, бетонный блок, давайте бетонным блоком в него бросим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я бы одним выстрелом убил. Вы это видели? Одним выстрелом! Так. Давайте подберем блок и кинем его в башку вот этому... Вот этому уроду. Ай-ай! О, мы ему броню сносим потихоньку. Это че сейчас было? Все, шапку снесли. Готов! Ой, промахнулся. А ну спать! Спать я сказался. Так, соберем тут все, что мы случайно потратили. Смотрите, мы ему в руку попали, и он сдох. Так. Вроде здесь все. Так, у этого стрел куча, и он нам кирку какую-то дал. Это уже вторая кирка, которая выпала из такого гиганта. Так, а это вышка какая-то. И как-то надо... Да легко попасть в особняк может, в принципе. У вас есть неиспользованные очки навыков? Серьезно? А, да, бег, точно. Так, восстановление здоровья. Так, на более высоком уровне. Понятно. Давайте. Прокачаем восстановление здоровья. Здесь ни черта нету. Я так понял, да? Так, ну нам надо в особняк. Найти вход в особняк. Ну зомбаков я здесь не вижу. Есть кто дома? Ну я планировал, если честно, в звоночек позвонить. Так, понятно. Здесь заперто. Ну, логично. Как бы глупо было бы, да? Ой-ой-ой. Так легко попасть в особняк. Я, кажется, нашел вход. Так, это типа снизу, что ли, можно, да? Попасть сюда. Возьму-ка я автомат на всякий пожарный. Ну вот и вход в особняк. Ничего сложного. Найти доктора Атилу. Да, вот прям вижу, как его зовут, да? Искать не хочется. Надеюсь, что мы спокойно здесь пройдем. И никакие зомбаки на нас здесь. Сыпаться не буду. Так, письмо. Маска солнца. Какие-то фотографии. Маски богини и всего остального. Так. Здесь больше ничего такого нет. Но я смотрю, на втором этаже всякая хрень есть. Так что надеюсь, что мы сейчас в особняк спокойно попадем. А, мы отсюда и пришли. Так, а как нам? Куда нам сейчас идти-то? Чё-то я заблудился. Ну, здесь должен быть люк какой-то наверх. А. Фига себе. Ну, домик у него просторный. Вот еще какие-то письма. Так, открываем двери. Запомните, двери всегда открывать нужно, потому что, не дай бог, отсюда придется сваливать резко. Опа, благовоние. Резко сваливать. Соревниальная маска. Так, а вот выбежать не получится. Так, секундочку. Так, продолжаем. И надеюсь я на то, что все будет хорошо. О, денежки. Сумка. О, тут наша база будет, я уверен. Я в этом на все сто процентов уверен. Ха. Фотки жены, кота. Да, тут рация есть для вызова тачки. Сколько комнат, а? И в какой-то из них сидит профессор. Наш профессор. Опа, еще письмецо. А, поговорить с ним? Да, можно его пристрелить, в принципе. И забрать себе эту хрень, эту базу, и она будет наша. А, тут идти больше некуда. Ладно, давай поговорим. Пришел убить меня? Ладно, давай. Меня зовут Кайл Крейн. Атила, матерь беспокоится. Она попросила меня забернуть к вам узнать. Нет, я думаю, все в порядке, это уже точно. Можешь передать ей, что книги не будут. А, чувак раком болеет, понятно. Починить кабель? Ладно, починим. Далеко? 143 метра. Ну, давайте отсюда как-то выберемся, что ли. Ну, вот, по идее, шкатулка стоит. Почему мы ее взять не можем? Странно. Очень-очень странно. Так, стоп. Как нам отсюда выбраться-то? Что, реально через... А, стоп. Тут на первом этаже выход есть. Я же дверь где-то открыл. Где-то, где-то тут я открыл дверь. Где-то... А, вот, все. Починить кабель. А, это тот самый кабель, который... В котором... Который был воткнут в этого гигантского здоровяка. У нас, в принципе, автомат есть. Да! Без кошки сюда не попасть, сразу говорю. Даже не рассчитывайте. Вот я, например, сдох. Не понимаю почему, потому что сверху должна была быть... Должен был быть выступ, на который можно было залезть. И как я сдох, я даже не понимаю. Просто сквозь выступ пролетел. Да, читерски, читерски. Знаю. Летать сквозь выступ. Опа. Помощь кому-то нужна. А далеко? Нет, недалеко, смотрите. Может, это и не совсем помощь. Тихо. Вот и все. 2750. Автоматы, патроны. Да, патрон нам нужны. Че у вас тут? Убийца? Ну, убийца, это не так сильно важно. Так, пойдемте, кабель починим. Если там зомбаки сейчас не отреспаунились, то замечательно. Ну вот, видите, там идет выступ. Вот я на нем стоял. Я просто, точнее, сквозь него пролетел. Как-то. Магия, блин. Блин, пластик и гвозди. Хотя пластик и гвозди нам нужны. Нам аэрозоль, правда, нужнее. Ну ладно. Заберем хотя бы это. Так. Опа. Кого-то нашел. Одна потеряшка. Сейчас посмотрим, кто это. Еще девчонка. Марля. Ну, Марля нам нафиг не нужна, если честно. Так, здесь одни кирпичи. Так, тут... Во! Понятно. Так. Давайте попробуем. А-а-а. Вот какие дела тут. Тут надо, типа, пройти, посмотреть. Все ли здесь в порядке. По дороге. Так, химикаты. Нужны химикаты. Нужны кучи химикатов. Штук 20 минимум. Чтоб вот вообще прям замечательно все было. Да, 20 химикатов это хорошо. Было бы реально. Мы гранат себе натворим. Штучек так. Я не помню, сколько там. 8 штук делается, да? Но гранат... У граната вроде нету этого предела. То есть можно крафтить и крафтить. Вот, видите, да? То есть я сейчас... Вот сейчас кошка перезаряется. Вот, можно залезть наверх. Вон там эта хрень. Сейчас я починю, починю кабель. Но вот он мне... Если сейчас я опять упаду, это будет печаль. Слава богу. А-а-а. Стоп. Что-то пошло не так. Да, я прав. Что-то пошло не так. О, новый автомат. Ну-ка посмотрим, что это за автомат мы получили. Так, это полицейская винтовка. 184. Камуфляжная полицейская винтовка. Ну, такое себе. Так, вот мы на бочку залезли. За каким-то хреном. Короче, нам, походу, в особняке надо искать. Давай-давай-давай, залазь. Так, где-то здесь этот кабель. Ни хрена себе. Это что такое? А, это кирпичи. А, это что, виллыш? А, это лопата. Да. Короче, как-то надо починить его. А как, я не понимаю. Как нам починить кабель-то? Ну, вот он идет. Ворота открыты. Так что... Я не знаю, как кабель починить. Реально не знаю, потому что он... Я не вижу, чтобы он где-то был перебит. Или что-то в этом роде. Ну, да, вот он. А, все. Да, ладно. Нифига себе. Вот что ты делаешь? Все, понятно, понятно. Замбаки покоятся. Или кабель? А, вот еще разрыв. Благо... Я надеюсь, мы изоленту из своего инвентаря тратим, да? Восстановить энергоснабжение. Ну, да, это понятно. Как его восстановить? Так. Да е-мое, ты стебешься, что ли? Тут же ничего сложного. Вот, один включил. Потом надо на вышке включить один. И генератор. Да? Все? Или генератор? А, еще генератор. Вот и все. Все, готово. Безопасная зона. Причем безопасная зона очень большого радиуса. Так, вернуться к Атиле. Атила. Блин, да, конечно. Назовут персонажей. Маска. Я не знаю, кстати, вот, что дают эти церемониальные маски. То есть, как бы, ну, собираю я их и собираю. Но смысла-то от этого большого нет. Если вот так посмотреть, вся игра уходит, да, за вечер. Я уже говорил, я помню. Но поэтому, в принципе... А, как попасть в дом-то? Поэтому, в принципе, ничего сложного тут в игре нет. Ну да, конечно, все зависит от уровня сложности, которую вы выберете. Если на легком, то вы пройдете ее на раз-два. На нормальном немного посложнее будет, сразу говорю. Так, я поставил подачу энергии, что дальше? Может, приспособиться к работе? Мне надо осмотреть артефакты местной культуры, связанные с прочим. Так, кажется, матери считают, что вопросами жизни и смерти. А что я такое, чтобы задавать вопросы? Осмотреть три древних монолита. Короче, ладно. Пять тысяч опыта получили. И три монолита надо осмотреть. А мы прокачались? Нет? А, все, вот вы. Блин, да, я путаюсь в этих комнатах. Так. Хрена себе, ты мне тут задачку задал. Три монолита осмотреть. Ну давайте вот... Ооо, это... Все, все, все понятно. Вон тот монолит, тот самый монолит, который мы залазили в тот раз. Мы в него залазили. Наверх на самый. Там этот была, мать, нарисована. Три зомбака и скелет. Ладно, поплыли. Но на этот раз у нас крюк есть. И мы спокойненько доберемся. До другого 500 метров. А до другого километр еще. Но мы сейчас, думаю, за серию успеем все три монолита облутать. Осмотреть, если будет точно. Но один я вот этот... Да, я вот этот видел. Вон там... А, этот. Я думаю, что это за белые точки там. Вот прицел. Это че такое? Вы это видите? Это че такое? Нифига себе. А че это такое-то? Квадрат какой-то? Это какой-то квадрат. Это... То ли, может, разработчики накосячили? Ха-ха. Нифига себе. Не знаю, не знаю. Стоп, подожди. Давайте подплывем. Посмотрим поближе. Я хочу посмотреть. Если это косяк разработчиков... Ха-ха. Да, это косяк разработчиков, походу. Ха-ха. Вот очередной косяк. Ну да ладно. Они, походу, пока... Когда создавали карту, целый кусок из нее... Кусками кидали в нее, да? И один кусок, случайно, не туда поставили. Точнее, неровно. Так, там что-то есть. Смотрите. Видите, да? Дно какое-то. Тоже, что ли, куска нету? Да ладно? Фига себе. Вот тень квадратная, видите, падает. Ей неоткуда падать. Там вот вся скала же ровная вся. Так, мы можем из воды вылезть. Вот с помощью крюка. Походу, нет. Ладно. Тогда будем пытаться... Вылезти с помощью крюка вот отсюда. Вот здесь он, в принципе, нормально залазит. Так, нам нужен автомат. Да, я помню трех зомбаков. Которые здесь есть. Алкоголь, деньги. Ну вот она. Я вижу... Так. Опиши его. Похожий старый так, бегущий по кругу муравьи. Нет, мистер Кей, это не муравьи. Рисунок изображает верующую мовищее солнце. Ага. Отставьте. Я пока не хочу прыгать. Отсюда. Тихо. Сейчас я отойду вот сюда на краешек. Понятно. Так, километр и 600 метров. Тачка у нас где-то там утонула. Мы, по идее, башкой в дно вписались. Ну ладно. Нам сейчас надо до дороги дойти. У нас же убежище там, да, теперь? Мы, в принципе, можем и тачку призывать. И километр нам ехать вот до суда. Там у нас убежище. Блин. Я не знаю, если честно. Надо сейчас дойти, доплыть до убежища. Да, поплыли все же обратно. 600 метров. Добыть тачку. И уже на тачке раскатывать. По всей территории. Так, ладно. Сейчас я доплыву и мы продолжим. А то, я думаю, неинтересно смотреть, как я плыву. Так, мы доплыли. Тут нас встретил наш старый добрый друг. Без башки уже. Принес нам 66 баксов. Так, сейчас мы добежим до убежища быстро. Почему мы не можем на этот скалу залезть? Странно. Так. Где там оно? Да, сейчас быстренько перелезем. Зайдем в убежище. Заберем тачку, призовем себе. И со спокойной душой. Давай. Хватит там задыхаться. Потому что без тачки тяжко. Бегать я уже устал. Ага, тут у нас еще и крюк использовать не можем. Замечательно. 700 метров. Так. Давай, залазь, залазь, залазь. Так, где рация? Рация, ты где? Рация у мужика в комнате была. Где он там сидит-то? Где-то здесь рация-то была. Или не в этой комнате? И не в этой комнате. Так, точно не в этой. Значит, вот в этой. Новое место отмечено на карте. Какое? Как оно выглядит? Что оно... Как оно отмечено? Непонятно. Непонятно. О, стоп, стоп, стоп. Алтарь. Понятно. Ну, а вот еще алтарь. И тайник рядом. Хм, интересно. Но смысла в алтарях я не вижу, да? Потому что... О, бегун. Мы сейчас сюда пойдем. Так, нам надо только найти, где тачку призвать можно. Я не помню, где рация тут у него была. Чувак, у тебя... У тебя компьютер есть? Ты шутишь, что ли? Откуда у тебя комп-то? А где здесь рация-то, блин? Я же видел ее где-то. Может, она на нижних этажах? Да, вот она. Да, е-мое. Призываем тачку. Тачка призвана. И вот это радует. Транспорт призван. О, еще бабки. Так, ну это мы поспать можем. Нам нафиг это не надо. Где транспорт? 150 метров. Хорошо, хорошо. Так, а мы отсюда выбраться-то сможем? Нет, только не это. Да е-мое, а как нам отсюда выбраться? Надеюсь, с этой хрень сможем сигануть. Слава богу. А то пришлось бы тяжко. Я все забываю, что в этом... Что тачка это божественная штука. Так, ладно, поехали. Сначала за бегуном. Да, надеюсь, печень, бегуна там и там... О, друзья. Блин. А друзья, оказывается, не одни были. Тихо. Блевун. Так, 39 метров. Сдохни. Я его не вижу. А, вижу. Все, не страшно. Теперь не страшно. Опа, дружище, привет. Как дела? Как у тебя дела? Скажи мне. Ты чего лежишь, отдыхаешь? Я думал, мы сейчас общаться будем. А ты уже спать, что ли, лег? О, дядя, дядя. Устал, наверное. После работы. Сдохни ты. И ты, да ты сдохнешь или нет? Наконец-то. О, кувалда. У него кувалда есть. Давайте биту разберем, а кувалду подберем. Это что такое? Так. Это не алтарь. Да вы, мать его, шутите. Вниз, что ли, правда, сигать? Опа, смотрите. Ворота. Так. Ну, алтарь вон там находится, я уверен. Это что? Смотрите все св... Так, осмотрите все святилища. А тут нет святилища. А, не, есть. Вот оно. Нифига себе. Все, осмотрел. Да давай, залазь. Да ё-моё, ты издеваешься, что ли? Залазь, я кормлю. Он под водой. Но я вижу останки ресурсов. Какая-то голова, что ли? Это маска. Да, возможно. Отлично, мистер Крей. Еще какое-то место на карте, кстати, мы новое нашли. Я не знаю, какое. И что это? Но я хочу вот сюда сходить. Где ворота стоят. У нас 900 метров. Хас тысяча метров сейчас будет. И вот сюда. Видите, одинокое дерево. Тут может быть какое-то... Какое-то оружие. Возможно, автомат. Видите, там даже лодка стоит. И веревка вроде. А еще там везде вон сетка натянута с буйками. Вон, к той стене хочу к воротам сходить. Там военный блокпост. Дэвид? Малыш, Дэвид? Ты ли это? Я не знаю, кто это. Честно. Это я так. И кто он вообще такой, я не в курсе. Пожарный. У него что-то в руке. Или это зомби еще рядом? А, это рядом зомби стоит. Дэвид! Хрена себе. Очень сильный противник. По кликухе. Дэвид! Привет, Дэвид. А я не знаю, я ему урон нанес вот этой стрелой. Сейчас мы на другой берег отплывем. Зомбака второго вот вынесем. А то он этот бегун, он нам помешает. Я не вижу, я снес ему здоровье или нет. Дэвиду. Хе-хе. Груст отобрали. Да, насрать. Если честно. Сейчас. Да е-мое. Дэвид, что с тобой? А Дэвид, короче, непробиваемый, походу. Но он не может быть таким же непробиваемым, как и... А кто из вас Дэвид-то? Че-то я не вдупляю, что происходит. А кто из них Дэвид? Может, кто-то объяснит мне, кто из них Дэвид? Потому что че-то я как-то, не знаю, бросаюсь в него и бросаюсь. Точнее, стреляю и стреляю, а Дэвиду хоть бы что. Да е-мое. Ты достал. Залезь сюда на камень. Так Дэвид, это ты, что ли? А твой друг кто? А кто ж твой друг-то тогда? Если ты Дэвид. А, это Голиаф. А Дэвид утонул. Дэвид утонул. Он хотел на меня напасть. Твою налево, ты че, урод. А это Голиаф. Дэвид был, короче, вторым зубоком. Их тут двое. Два брата, наверное. Да, наверное, это два брата. У меня других вариантов просто нет. А где Дэвид-то? Что с Дэвидом произошло? А, вон Дэвид. А, нет. Это бутылка с водой. Так, давайте Голиафа убьем. Стратегия понятная, в принципе, с Голиафом, да? С одной стороны пострелял. Перезарядился. Стреляешь с другой стороны. Ага, патроны кончаются. Блин, интересно, а мы сможем его тоже утопить? Так, стоп. Давайте-ка снайперскую винтовку поставим вместо мухи. И какой-нибудь... А, и дробовичок поставим вместо... Вот так. Давай-давай-давай. На тебе. Ты Голиаф, ты что? О, смотрите, какое идеальное место. Давай, перезаряжай. Привет, чувак. Что с тобой не так? Поговорим об этом? Ха-ха, конечно. Ага. Сейчас ты меня ударишь. Да не подойдешь ты сюда, расслабься. Тихо. Да, по голове ему, смотрю, больше урона проходит. Там военный блокпост. Мы сейчас от этого быстро Голиафа убьем. Жалко, что Дэвида не смогли убить, а он каким-то чудом утонул. Но с Голиафом, в принципе, проблем, я смотрю, нет. Он сносится на раз. Все, он почти готов. Давай. Еще одна обойма. Все. Одобьем ему по-красивому. Привет. Награда жемчуг. Десять тысяч опыта. Так, здесь сундук, да? Сумка. Семнадцать баксов. Краска. И... Ну, тут был Дэвид и Голиаф. Голиафа мы убили, а Дэвид, походу, это, нырнул. Так. И у нас новый уровень. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. С каждым используем собранным оружием. Его эффект усиливается. И вы носите больше урона. Да, да. Скрафтим эту фигню. Так. Ну что? Поплыли, поплыли, поплыли. Еще раз поплыли. Сейчас доплывем до того места. Попытаюсь залезть. А, ну там залезть, я смотрю, можно. Я хочу просто посмотреть, что есть у ворот. Там военный блокпост, само собой. Так. И надо арбалет поставить. Накрафтить к нему, кстати, стрел. Арбалетных болтов, точнее. Хотя бы тридцатничек. Ладно, давайте сорок пять сделаем. У нас хотя пластик заканчивается. Это очень странно, что пластик заканчивается так быстро. Потому что у нас как бы его, ну, сами понимаете, много. Тачка у нас стоит где-то там. Ну, фиг с ним, с тачкой. Я, наверное, не на запись добегу. И мы на запись уже доедем до реликвии. Просто стена круто выглядит, да? Колючку вон даже на скалу закинули. Чтобы никто пролезть не мог. Ну, я думаю, мы сможем за стену зайти. Но дальше мы как бы не пройдем. Я смотрю, вот по выступу можно как бы спрыгнуть. Все дела. Ну, дальше-то, в принципе... Тихо. Сейчас я попытаюсь. Слава богу. О! Ха-ха! Красивый снайперский выстрел. Ага, понятно. Не все так просто. Стоп. 45. Не ори на меня. 315. Опа! Тут еще и помощь нужна. Так, тихо. Тихо-тихо! А-а-а! Да чтоб тебя за ногу! О, черт. Так, когда заранее так прыгают. Так, сбрось его, ударив по тормозам. Ага, понятно. Кстати, хорошая вещь. Видите, слышите это пиканье? Я понял, что вот эти пиканье, это эти. Контейнеры. И где-то рядом он находится. Слышите, пиканье-то усилилось. Так, инвентарь полон. Давайте вот эту кирку разберем. Сейчас поможем человеку. Привет, ребят. Кто из вас мне денежку даст? Так, сейчас я. Стоп, а где мы? А, вон стеночка. Я к стене шел. Сейчас патроны тут лутаем. С ребят хороших. Очень много хороших ребят. Не надо превращаться в не пойми кого. Спать. Спать. И ты, баеньки. И ты, баеньки. Блин, промахнулся. Да ё-моё, чё за дела? Да, пух. Чё за хрень? Ты чё, читер, что ли? Спать. Ну, нифига себе, с такого расстояния. Попадаю. А, блин, с такого близкого. Ага, понятно. Всё. Всех спать отправили. А, да, ребят надо полутать. У них же могут быть боеприпасы. Только чё-то боеприпасов пока... А, во, боеприпасы для винтовки. Только хотел сказать, чё-то боеприпасов не видно. Болты. Слышали? О, урод. А чё ты... Чё ты в меня бросаешься-то? Спать давай. Вдруг пусть твой спит. А чё твой друг-то спать не захотел? Вот другое дело. Хромовник. Хромовник это хорошо. Кстати. Не, на стенку залезть нельзя. Тут такой адский замес произошёл. Ну, это понятно. Да, сумки, все дела. Все пытались убежать. Вот такое чувство, что вот все, кто здесь были, да, их просто нахрен расстреляли. Да, кишки везде валяются. Кровище море. Игрушка не для слабонервных. Так, здесь контейнер есть. Нормальный уровень сложности. Ну, я думаю, мы сейчас его спокойно взломаем. И там будет что-то полезное. Да, кстати, печень бегуна надо доставить. Ооо. Да, боеприпасы. Мы чё, да, из нас уже сыплятся боеприпасы. Так, лёгкий уровень. Да ё-моё. Давай, открывайся. Аптечка? Военная, надеюсь. Да, военная аптечка и обычная. Так, здесь у нас всякие ресурсы. Ага, патроны, которые нам нафиг не нужны. Детали. А, это смазка была. Так, ещё смазка. Она нам нужна для крафта чего-то. Я не помню. Чё-то хорошее там крафтилось из неё. Опа. Нифига себе. Так, здесь у нас тоже ракеты будут, да? Я вот не хочу такие, в принципе, ящики вскрывать, да? Там будут чисто ракеты. И эти, и патроны. Нам хотя на блоху патроны нужны, точно. Да. Всё, патроны больше нам нафиг не нужны. Так, валим отсюда. До задания 800 метров. Это что? Пропал человек? Давайте посмотрим. А, ну, мы сейчас так пробежим. Там должен быть трупак. Обратим внимание на трупаки. Так, полицейские тачки, я так, только вот так лутану. Я не буду внутрь залазить, да, смотреть, что там. О, слышите? Запикало. Тварь, я тут. Одним выстрелом. А-а-а! Привет, ребят. Военный фургон. Ты мне деньги даёшь, да? Спасибо. Я понял, на что он пикает. Да, блин. Сейчас я ребят убью. Да слышу я, слышу. Тихо. Ни хрена сих тут. Чё-то у меня аж фпс подвис. Ну давай, кто залазит-то? Чё, никто, что ли? На тебе. Да слышу я, слышу, не пищи. Дай мне этих ребят-то убить, кто распищался. Ой, как бесит-то этот звук. Да вот он ящик, всё. Благо, ключ-карта бесконечная. Давай-давай-давай-давай. Чертёж какой-нибудь. Е-е-е-е. О, универсальный. Ага, инвентарь заполнен. Король. Армейские тормоза. О, е-е-е. Армейские тормоза. Так, давайте вот это нафиг разбираем. Эту блоху мы оставляем в любом случае. Топорик мы разбираем. Новая винтовочка. Экстремальные тормоза. Да, понятно. Супер. Нет, реально супер. Сможем сейчас себе крутые... Шестой уровень тормозов крафтить. А это хорошо. Так, комплект. Опять я... Из меня ссыпятся боеприпасы, блядь. Так, арбалетный болт. Патроны нам не нужны. Тут у нас всякая хрень. Стрелы, патроны, патроны. Вон там куча зомбаков. Ха-а-а. А чё они не... Умирают? Я знаю, что это оглушающие стрелы. Стоп. А у нас в луке есть какие-нибудь стрелы другие? Нет, никаких нет. О, пожарный. Тихо. Не надо, дядь, не надо. Я тебя предупреждал, не надо. Так, вот тут пропал человек, написано. Вот он. Рация, рация, да? Нет, полицейская дубинка. Мы за это, кстати, получаем опыт вроде, да? Вот как ты тут оказалась? Мы же только что убили здесь этого. Сдох. Вон, просто в толпу стреляешь и промахиваешься, да? Стрельнул в толпу и промахнулся. Ха-ха. Вспышка такая крутая. Только жалко... А, нет, убивает. Смотрите. Убить всё равно можно. Так, ладно. Давайте пока что мы на этом остановимся. Продолжим мы уже в следующей серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.